Стоп! Ледяной ветер и температура чуть выше нуля, но недалеко от старого базара многолюдно. Второй раз за историю Барнаула в городе проходят соревнования по каяк-кроссу. Главная фишка состязаний – спуск в одноместной лодке с рампой, прикрепленной к опорам моста на высоте 5 метров. После чего спортсмен огибает 4 буйка, последний из которых – одновременная и финишная черта. В зависимости от времени прохождения дистанции, из участников формируются пары. Дальше действует олимпийская система на вылет. С недавнего времени и сам каяк-кросс удостоен олимпийского статуса. Данный вид спорта официально включили в программу игр 2024 года в Париже. Среди барнаульских каякеров, увы, претендентов на участие в них нет. К сожалению, у нас в этом крае грибная слава, в частности дисциплина экстримная слава, развивается слабо. Потому что требуется снаряжение, место для тренировок, место для соревнований. У нас, к сожалению, такой базы нет. Сильная школа каяк-кросса, говорит Кирилл, есть в Горном Алтае. Там тренируются даже чемпионы мира. Несмотря на небольшую популярность спорта в нашем крае, здесь тоже есть несколько поколений каякеров. И в субботу молодежь пыталась составить конкуренцию ветеранам. В прошлые соревнования я занял второе место. Первый спортсмен, который у меня на 20 лет старше. Это интересно, потому что опыт против силы и скорости. И, как показывает практика, опыт может выиграть легко. Однако в этот раз опыт все-таки уступил силе, скорости и дерзости. Лидером соревнований стал 21-летний Иван Дремов, обойдя в финале ветерана каяк-кросса Вячеслава Гунько. Оба поколения спортсменов надеются, что показательные соревнования, которые весьма динамичны и зрелищны, заинтересуют горожан. Для желающих попробовать себя всегда открыты двери барнаульского клуба каякеров. Артем Гусельников, Дмитрий Денисов. День с толком.